Приемная кампания в разгаре. Общаемся с абитуриентами. Здесь очень много людей, которые помогут, и также вся информация есть в интернете, что также облегчает работу и процесс приема документов. Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы. Сегодня нам реально показали, начиная с детского садика и заканчивая высшим учебным заведением, и как у нас должно построиться образование. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. В зале попечительского совета Казанского университета состоялось заседание Совета ректоров Республики Татарстан. В рамках мероприятия было рассмотрено 4 блока вопросов, касающиеся работы вузов Приволжского федерального округа, профилактика деструктивного поведения студентов, межвузовское взаимодействие, а также прочие рядовые вопросы. Казанский университет был представлен в лице исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. Стартовал Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы. В первый день участники мероприятия посетили с обзорной экскурсии Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Обо всех подробностях визита расскажет Карина Саяхова. В Татарстане уже восьмой раз проводится съезд учителей татарского языка и литературы. Ежегодно делегаты со всей России съезжаются в республику для обмена опытом и просвещения в области татарской культуры. 28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета учителя нашей страны совместно с преподавателями университета обсудили новые совместные проекты, рассмотрели перспективы реализации образовательных программ на федеральном и республиканском уровнях и, конечно же, поговорили о студентах и абитуриентах, которые всецело посвящают себе оптимизации татарской культуры. В этом году мы выстроили свою программу таким образом. Мы будем показывать лаборатории нашего института, будем показывать те проекты, которые реализовываются на площадке института. И уже в актовом зале мы запланировали выступление наших заведующих каферами и декана высшей школы. Преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации провели обзорную экскурсию для гостей Казанского федерального. В каждом из залов рассказывали о важности сохранения татарской культуры, раскрывали вопросы педагогических подходов преподавания молодому поколению и просто обменивали знаниями, опытом и умениями. Съезд продлится три дня. На протяжении этого времени участники также будут посещать выставки, экскурсии, мастер-классы и тренинги. Я сегодня очень включена во всю эту работу. Сегодня нам реально показали, как начиная с детского садика и заканчивая высшим учебным заведением, как у нас должно построиться образование, где обучение языкам будет главенствовать, скажем так. Мы были в детском садике, потом в многопрофильном лицее. Очень красиво, очень приятно, хорошая подготовка на высоком уровне. 29 июня в культурном центре Сайдаш пройдет пленарное заседание 8-го Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы. В работе съезда примут участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, госсоветник Республики Татарстан Митимир Шаймиев и другие. На заседании планируется обсудить вопросы реализации государственной национальной политики, укрепления межрегионального сотрудничества, совместной деятельности национально-культурных автономий татар и общественных организаций по сохранению и изучению этнокультурного образования. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюз. Иран и Аргентина заявили о своем желании присоединиться к странам БРИКС. Подробности смотрите далее. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, сообщила в своем телеграм-канале о присоединении к странам БРИКС Аргентины и Ирана. Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Страны подали соответствующие заявки после недавнего саммита БРИКС. Ранее о подаче заявки Ирана на вступление в БРИКС сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Саид Хатибзаде. Безусловно, Иран это одна из ведущих стран в регионе Ближнего и Среднего Востока. Конечно, без Ирана процессы практически в этом регионе, они не могут нормально развиваться. Ираны Южной, Латинской Америки, в том числе Аргентины, они стремятся любым способом выйти из повлияния Соединенных Штатов, стать самостоятельными открытами на международной арене. 14-й саммит БРИКС как раз и подтвердил намеренно целого ряда стран, включая и Аргентину, и Иран, действовать совместно со странами БРИКС. На данный момент в объединение входит Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР. Расширение БРИКС было повесткой последнего саммита БРИКС+. Также одной из центральных тем стало изменение валютно-финансовой экономической политики. Страны высказались о необходимости прозрачности международных финансовых отношений. В целом, страны БРИКС высказались за то, что сделать более прозрачной международную финансовую, экономическую сферу. Признали, что система международных расчетов, которая сегодня существует, она несправедлива по своей сущности. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к расширению БРИКС. Также было отмечено осторожное отношение к данному процессу. Прежде всего, это важность определения процедуры и требований к кандидатам на вступление. Валерия Гарнышева, Универньюз. Приемная кампания Казанского федерального университета 2022 года в самом разгаре. Абитуренты университета рассказали о приоритетных направлениях и своих впечатлениях. Детали узнавала наш корреспондент. Ежегодно самое увлекательное и интересное событие в Казанском федеральном университете – это приемная кампания. В этот период абитуриенты со всего мира съезжаются в университет для того, чтобы определиться с приоритетным направлением, узнать подробную информацию об институтах и пообщаться лично с представителями учебного заведения. Каждый институт Казанского федерального университета информирует будущих студентов и их родителей о плане приема на текущий год. Проходные баллы ЕГЭ, количество бюджетных и льготных мест, сведения об общежитии и многое другое. Самое интересное, когда сюда приходят ребята, которые точно знают, что они сдали экзамены, у них есть результаты, но они еще не знают, какие эти направления. И тогда приемная комиссия начинает работать в полную силу. Подключаются волонтеры, специалисты кафедр, которые предлагают свои направления. Я думаю, абитуриенты видят вот эту нереально крутую атмосферу, и они уже чувствуют, что Казанский федеральный – это то, что нам надо. За первую неделю приемной кампании в Казанский федеральный университет было подано более 10 тысяч заявлений от 4 с лишним тысяч абитуриентов, в том числе иностранных. На сегодняшний день большее количество заявлений было подано в Институт фундаментальной медицины и биологии. А также востребованными институтами среди абитуриентов являются Институт международных отношений, Институт управления экономики и финансов. В каждом из них на сегодняшний день изъявили желание учиться более 500 человек. Я поступаю в Казанский федеральный университет на направление начальной классы и иностранный язык, либо истории общества знания. Мне очень нравится моя школа и я планирую в ней дальше продолжать работать, поэтому я пошла на педагогу. Хочу поступить на Институт геологии и институт газовых технологий. Меня заинтересовало данное направление, потому что я люблю изучать, изучать землю, учить что-то новое. И так как моя старшая сестра здесь училась тоже, я тоже хочу поступить сюда, потому что какое-то востребованное какое-то и хорошо известное университет. Здесь очень много людей, которые помогут и также вся информация есть в интернете, что также облегчает работу и процесс приема документов. Я хочу поступить на экономическую безопасность в Институт управления экономикой и финансов. Просто понравилось направление экономической безопасности, это можно устроиться в органы, например, следить за взяточниками и прочими лицами. Напомним, что подать заявление на поступление можно через социально-образовательную сеть КФУ «Буду студентом», суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн», а также лично посетив приемную комиссию Казанского федерального университета по адресу улицы Кремлевская, дом 35, кабинет 114 и 115. С 8 утра и до 5 вечера, за исключением обеденного перерыва, специалисты Казанского федерального ответят на все интересующие вопросы и сориентируют по ключевым процессам поступления в университет. Телефон горячей линии приемной комиссии 8 800 792 75. Карина Саяхова, Александр Ферсов, Универниус. За первую неделю приемной кампании в Казанский федеральный университет было подано более 10 тысяч заявлений от 4 с лишним тысяч абитуриентов, в том числе иностранных. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Александра Бибика, больше всего заявлений на данный момент подано в Институт фундаментальной медицины и биологии. Около полутора тысяч. На втором месте по популярности Институт международных отношений и Институт управления экономикой и финансов. В каждом из них на сегодняшний день изъявили желание учиться более 500 человек. Напомним, что поступающие в КФУ по результатам ЕГЭ или без вступительных испытаний должны подать документы до 25 июля, а те, у кого будут дополнительные вступительные испытания, до 15 июля. Проректор по общим вопросам Казанского федерального университета Решат Гузерев в составе делегации ветеранов военно-морского флота Республики Татарстан находится в Мурманске на Северном флоте. Делегация посетила военно-морской музей Северного флота, города Североморск и Полярный, населенный пункт Алини-Губа и пункт базирования Северного морского флота «Западная лица». Состоялись встречи с командующим Северным флотом Российской Федерации Александром Моисеевым, первым вице-президентом Ассоциации общественных организаций ветеранов военно-морского флота Владимиром Монастыршиным, капитаном первого ранга командиром атомной подводной лодки «Казань» Александром Бекетовым. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета прошла конференция в стиле «Паблик ток» «Твои возможности». Участие приняли студенты и преподаватели КФУ. У приемной комиссии Казанского федерального университета появился чат-бот в Телеграм. При помощи чат-бота абитуриент может узнать, сколько бюджетных мест на том или ином направлении в КФУ, получить информацию о количестве платных мест, подобрать направление по сданным ЕГЭ. 1 июля с лекцией в Казанском федеральном университете выступят специалисты телеканала «Наука», научный редактор Иван Семенов, креативные продюсеры научно-популярных программ Мария Делун и Алексей Резепкин. Мероприятие пройдет в 11.00 в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации по адресу улица профессора Нужина 1-37. К участию в нем приглашаются студенты, молодые ученые, преподаватели КФУ. В Казанском федеральном университете состоялось заседание тематической комиссии «Географическое и экологическое образование регионального отделения Русское географическое общество в Республике Татарстан». На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok